Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания в Stranded London на безумном уровне сложности. И я такой бодрый, потому что события с воздушным шаром меня сильно и присильно воодушевило. Наверное эту серию мы проведем без Кена, потому что в прошлой серии Ракха любезно заправил наш воздушный шар и вы знаете что я только что заметил. Что еще за отклонение тупой? Он у нас что от жары отупел резко что ли? А блин прошу прощения это же наверное процентовка пишется которая касается обмундирования да насколько сильно нас защищает в процентах броня от тупых ударов. Да точно я понял. Ну ладно бывает. Тем временем 135 голодных вредителей тут блуждают. Не знаю что они собираются делать здесь. Сейчас наш Кен более-менее счастлив, сыт, отдохнувший, на соточку расслаблен. У него есть соломенная шляпа, рубашка, синтетические бронированные штаны и ботинки, а также копье и лук с прочностью, ну с посредственной срочностью. Поэтому мы его наверное отправим куда-нибудь, выберем экспедиции, место крушения, один день. А что нам еще доступно? Просто исследование. Давайте отправим его. Да, отправляем Кена в экспедицию на место крушения. Очень надеюсь, что там будет выживший. Эй блин как было бы здорово. Закрываем и смотрим как Кен туда идет. Он же прям сейчас пойдет? В экспедиции. Давай, дружище, надеюсь ты что-нибудь ценное нам принесешь. Воу-воу-воу-воу, тараканы, а ну отошли от семян. Ух вы заразы, ух. Блин, там еще котина. Кен, че, как это выглядит? Показывай давай. Нужно срочно обращать внимание на посевы. Зажег. Ему жарко и он взлетает. А ну-ка. Блин, я выше вот так могу только поднять, да? Все, полетел. Наш первый исследователь взлетел. Что за такой шайка непонятный? Так, тараканы голодные любят есть грибы. Грибы у нас. Ага, вы сено тут кушаете, которое мы не успели перенести. Но у нас тут еще 445 единичек есть, поэтому не страшно. Котина ткань переводит, переносит. Текс, слушайте. А чем бы вам заняться? Ой, а вы куда таким дружным маршем-то направились? Что еще у вас за вереница такая? На муравьев, похоже, вы. Вы все к сену направляетесь, и я так понял, к зверям, которые... Нет, здесь никого не лежит. А куда вы собрались? Ой, ну и ладно. Тепловой удар у котины. Блин, так замечательно, они вот все наши посевы стороной обходят. А может быть им интересна местная флора, да? Может быть они за кактусами бы больше с удовольствием охотились, чем за вот этим всем. Так, тепловой удар. Слишком длительное воздействие высоких температур приведет к смерти. Раньше мы боролись с лишь с... Раньше мы боролись с низкими температурами, теперь будем бороться с высокими. И каким же интересным образом. Котина, ты штаны надела? Розовые. Теперь ты у нас бронированный фермер. В розовых штанах, теплых кожаных ботинках, и тебе, блин, сильно жарко. Так, Ракха, ты че делаешь? Ой, Ракха, ты без штанов тут ногой весь. Слушай, дружище, а ты можешь ли ты? Тут всего 6 часов на летнюю обувь. Может быть нам Ракха подсобит немножко? И сделает 4 пары летней обуви пока что. У них, конечно, зимние есть ботинки, теплые кожаные ботинки с тканевой подкладкой. Это хорошо, конечно, безупречно. Но в момент экстремальной жары нам бы очень помогла летняя обувь. Тем более ткань у нас появилась. 850 единиц, как хорошо. И котина принялась сажать тканицвет. У нас же скоро созреет еще зерновая трава. Ой, ребятушки, а я, знаете, что подумал? Недостаточно места хранения. Для чего? А это штаны недоделанные, да? Давайте вот здесь вот другие предметы выделим. И они здесь будут хранить и недоделанные предметы в том числе. Я, знаете, о чем не позаботился-то совершенно? О том, что у нас сейчас будет второй урожай зерна, плюс еще грибы, а у нас совершенно нету места для этого всего дела. И что мы можем здесь с этим... Как мы можем это... Просто, видите ли, у нас и дерева нет. Я об этом не позаботился. Рассчитывал на то, что как-то вот оно созреет. Давайте вот эти три пальмы выделим. Срубим их. В этом нам прекрасно поможет Эмилин. Сейчас вот она готовить закончит. Ну, молодец. Большая ты, молочинка. Помоги, пожалуйста, срубить четыре пальмы. Нам нужно сделать стеллажи. Потому что Катина тут уже вполне себе самостоятельно справляется. У нее тут навык земледелия уже наполовину шестой. А из целых пятой. Нормально она так прокачивается. Хороший продуктивный фермер Катина. И врач неплохой. Обалденный персонаж. Ну и, насколько я понимаю, вот эти тараканы довольно безобидно себя ведут. Потому что Катина сажает. Они что-то на нее не нападают. Шугаются, отходят. Вроде бы пока что все довольно хорошо. Попрошу Катину также собрать часть корокожника. Пусть он и не весь созрел. Но, тем не менее, пускай пока что будет. Если мы вдруг решим, что мы можем еще и ботинки сделать. Или, допустим, какую-нибудь броню, которая у нас в слот куртки идет. Ну, как бы, почему бы и нет, да? То лучше иметь запасик кожи. Какой-никакой. Тем временем, 80 единичек дерева у нас появилось. Экспедиция завершена. Место крушения. А ну-ка. На месте крушения. Здесь есть небольшие обугленные обломки. И большой кусок, который определенно является модулем диспетчерской корабля. Место крушения все еще горит. И работать с ним опасно. Так что я отмечу это место для будущих посещений. Мы можем посоветовать Кену искать выживших, что создает для нас некоторые риски. Или попросить его вернуться. Блин, ну кто не рискует, тот сидит, блин, до талого с четырьмя выжившими. Поэтому давай, Кен, рискнем с тобой. И, борясь с сильным жаром вокруг крушения, я пробрался в диспетчерскую. И использовал кусок металлолома, чтобы открыть поврежденный запасной выход. Внутри никого не было. Должно быть, они успели эвакуироваться, прежде чем ситуация вышла из-под контроля. Я увидел коробку с запчастями рядом с консолью и схватил ее на выходе. Я больше не мог выносить весь этот дым и жар. Хорошая мысль. Хорошие новости, Кен. Наверное, он принесет нам какие-то ресурсы. К сожалению, выжившего с собой он не возьмет. И при этом, видите, у него шкала здоровья на 10 единиц чуть-чуть упала. То есть, все-таки он надышался или, возможно, обжегся. Давай, Кен, ждем тебя дома. Блин, класс, новый этап. Наконец-то теперь будем продвигаться по выживанию побыстрее. Выделим хранилище деревянное. И что мы тут можем разместить? Нам нужно как можно больше, чтобы у нас появилось стеллажей для грибов и для зерна. Давайте поставим длинный стеллаж, а вот этот вот факел переместим куда-нибудь. Я не знаю. Ну, вот факел мы сюда перенестим. Мы лучше дартс переместим сюда. Факел мы переместим. Его и некуда тут особо перемещать-то. Вот сюда. Факела я тут распределил, короче. Ракха. Перемещай мишени. Котина. Перемещай факела. Так, факела перемещены. Теперь мы можем разместить здесь деревянный стеллаж. Вот такой большой. Здесь у нас поместятся прекрасно и зерновые наши. Нам их нужно чем больше, тем лучше. Объясню для чего. Дело в том, что вот эта вот зерновая культура, это ключ, во-первых, к маслу, что дает нам возможность изготавливать более сложные блюда. Во-вторых, из масла мы сможем впоследствии делать бензин, насколько я понял по вот этой вот ветке исследования. Ну и в принципе это пища, как минимум. Поэтому чем больше у нас зерна, тем лучше. Хранится зерно довольно долго. Вот если мы щелкнем по нему, то увидим, что срок годности под крышей аж 48 дней. Этого вполне себе достаточно, мы будем успевать его куда-нибудь расходовать. Поэтому, Ракха, чем ты занят? Видимо, ничем. Будь так добр, построй стеллаж. А девчонки пошли собирать урожай. Голодные вредители где? Вот я вижу там вереницу какую-то. Давайте туда и щелкнем. Ох, ах вы негодяй! Ох, я же не исследовал еще вот эту штуку. С нее мы, по-моему, сладкий сироп можем получить. Или что-то около того. Но в любом случае, вот эти все растения респаунятся при смене сезонов, по-моему, ежегодно. Или как-то так. Ну, в любом случае, нам сейчас это все не критично. Мы пополняем запас каракожника, чтобы сделать из него кожу. И впоследствии броню постепенно исследуем тут что-то всякое. И дожидаемся кена с экспедиции. Ой, а верстак, то есть верстак, говорю, стеллаж, Таракха тем временем уже построил. Давайте сразу применим сюда фильтры, чтобы они лишние, ничего сюда не складировали. Выберем пункт овощи и зерна. Да, вот примерно таким вот образом. Я подумал, что можно было бы применить фильтры, чтобы здесь вот лежало только мясо. И вот на этом стеллаже тоже. Но займет время на то, чтобы они все это перетаскивали на стеллаж в коридоре. Поэтому не стал. И я вот вижу 66 животных. А где они? А вот они, они просто сливаются с травой. 66 богомолов на трех персонажей. Ну, восьмой час, восьмой день, пока успеваем немножко, да? Котина. Эмилин 110. Блин, почему игра периодически слишком так подвисает? Вы не замечаете? Все-таки количество монстров решает. Я уже и с настройками графики тут поигрался, так сказать. Ничего не вышло. Ладно. Котина, давай, дорезай вот этот вот каракожник. И, 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 и забирай все, что срубило. Перетащить кожистая кора. Итого у нас сколько этой коры уже? Скажите мне. Тут вот 36 плюс Эмилин 110. Ну, логично, да, 146. Так, Эмилин, иди отдыхай. Спи в своей деревянной кровати. Котина сейчас перенесет. Тоже пойдет отдыхать. Иракха. Что ты там исследованием занимаешься? Масло. Да? Хорош. Давайте вот здесь вот поставим снести и дождемся, пока котина зайдет внутрь. А я был неправ, я вам скажу. Когда зерновая трава созрела, вот эти два таракана все-таки решили ее покушать. Придется их как-нибудь отгонять. Ой, Аракха сносит пол самостоятельно сразу после того, как котина зашла. Хорошее совпадение, хорошее. И котина... Так, Аракха, давай тоже ложись, отдыхай. А котина, она все равно у нас без лука. Поэтому пускай занимается чем хочет. Ну и пока ребятки спят, давайте, знаете, что сделаем. Разместим крышу вот так вот. Раз, два мы можем сделать на два фундамента. Примерно вот такую. Ну смотрится... Ну так себе, будем честными. Но зато это дает нам площадку для того, чтобы поставить вот такие замечательные маслопрессы. Ой, они тут есть еще и металлические. Пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. Слушайте, а вы как думаете, деревянный маслопресс и металлический в производстве ресурсов сильно отличаются? Давайте попробуем. Ой, они у них вот такое меню. Ну ладно, давайте вот здесь вот пресс поставим один. Посмотрим, что из этого выйдет. И выключим меню крыш. Что-то мне нападают на нас еще до сих пор, что ли, а? Я уж заждался как-то. А, вот, все, теперь нападают. Вот, поэтому выставляем Ракху и Эмилин на левый и на правый фланг, если я все правильно сделал. Да. Потом просим Катину перенести ресурсы сюда, и пускай занимаются. А мы с вами все это дело успешным образом перемотаем. Так, у нас тут с вами Кен вернулся, и вы знаете, что он привез? Процессорные ядра, силовые ячейки и электронику. Вполне себе. Слушай, дружище, давай ты сразу все это дело перетащишь. Блин, как стала насыщенная игра событиями после того, как появился воздушный шар. Появилась подсказка, у нас тут падающая спасательная капсула. Вдалеке упал объект, напоминающий спасательную капсулу. Что, если есть выжившие? Открывается экспедиция, разбившаяся спасательная капсула, и, естественно, мы должны отправить туда Кена. Я надеюсь, нам хватит топлива. Да, нам хватает топлива. 30 единиц, Кен, забудь про все. Что у тебя тут? Нормально, пускай ты немножко несчастен. Иди заправляй быстрее. Воздушный шар. Ой, у нас тепловой удар у троих человек. Ничего себе, это не есть хорошо. Но мы сейчас сделаем броню, и у нас все с одеждой будет нормально. Так, открываем меню экспедиции. Обломки модуля управления. Это не то. Исследовать это не то. Разбившаяся спасательная капсула. Кен, давай. Ой, у тебя счастье-то вообще прям... У Эмилин 1%. Пум-пум-пум-пум-пум. Да, что-то пахнет не очень. Ну давай, Кен, отправляйся в экспедицию. Мы закрываем это меню. Эмилин, мы отзываем сразу. Иди отдыхай. У тебя же есть штаны? У тебя нет штанов? Зато ты можешь надеть летние ботинки. Тут уже одна пара готова. И потом иди отдыхай. А рака у нас тут что у тебя? Ну продолжай бороться, продолжай. В ходе обороны Котина у нас достроила фундаменты. Эмилин я попросил сделать маслопресс. И выяснил, что во время события экстремальная жара у нас есть тут динамическое такое размытие. Прикольно сделано. И завершилась экспедиция разбившаяся спасательная капсула. Выживший! Да, я нашел выжившего. Добро пожаловать в наш лагерь. Аннет присоединяется. Счастье плюс 18. Ну или можно, конечно, Аннет оставить там на месте крушения. Но мы так делать не будем. Давай, введи, посмотрим, кто это. А-а-а! Аннет! Я тебя помню, да! Я тебя прекрасно помню. Что у нас тут у тебя по навыкам, Аннет? И по снаряжению? Снаряжение все новое. Хорош! По навыкам интересна готовка, интересно ремесло. Блин, еще и на уровне 3. Добро пожаловать! Земледелие на троечку, интеллект на двоечку. Это все ей безразлично. Поэтому она у нас будет в роли крафтера. Будет шуршать по дому, что-то тут делать и так далее. Как раз Кена мы отправим вместо вот шитья вот этого всего и крафта брони за ресурсами, на разборку обломков. А теперь у нас есть полноценный крафтер, бабуля Аннет. И что у нее по личным данным? Женщина, возраст 62, вес 50 килограмм. Не основные черты успокаивающие. Пытается успокоить других, независимо от собственного мнения о них. Имеет повышенные шансы на успех. Также она у нас сострадательная, делает других счастливыми, подбадривая их. Но при этом скорость передвижения уменьшена на 25%. Любимое блюдо Рататую и также любит оценивать украшения. Некоторые люди могут очистить свой разум и расслабиться, просто посмотрев на что-то приятное. Хорошо. В ее истории нам говорят, что это мстительная горничная. Аннет было уже под 50 лет, когда Фальковы обанкротились, ее богатые родственники отказались ей помочь, что привело к разделению семьи. Не проработав ни дня в своей жизни, Аннет нашла работу на далекой планете в качестве личной горничной у хозяйки крупного фермерского поместья. Она повсюду сопровождает своего работодателя и присматривает за родственниками. Ей не хотелось бы, чтобы ее видели такой. Ну, как бы там ни было, Аннет будет шуршать у нас по дому, и это однозначно. Бегство от опасности Катина, я тебя понял, все с тобой понятно. Теперь нам нужно разметить комнату для Аннет. В общем, ребятушки, тыкался я тут тыкался сейчас на паузе. Не нашел я подходящего места, чтобы поставить ей Аннет, нашей комнату 4х4. Поэтому за кадром я еще попробую, посмотрю, чтобы просто хочется как-то, ну знаете, посимпатичней, что ли. Есть вариант вот такой, смотрите. Вот примерно каким-нибудь... Ой, не получается. Есть вариант вот здесь поставить комнату 4х4. Ну или даже... 4х6 можно поставить и сделать такую дорожку из фундаментов. И переселить сюда Кена, поскольку он у нас чаще всех, наверное, будет сейчас гонять на экспедиции. Как раз тут недалеко до Шара, да, после сна. Ну и до столовой. До столовой ему дольше всего идти, но он моложе, чем Аннет. Ничего, молодой походит. Поэтому сейчас, пока жилье не готово, мы знаете, как сделаем. Аннет у нас все-таки дама. Да еще и в возрасте, уважаемом, так сказать. Мы переместим кровать Кена вот сюда. И попросим Ракху это сделать. Пускай Кен с Ракхой поспят вместе сейчас. Ракха, давай, вставай. Что ты тут ворочаешься? И тут же, таким же образом... А зачем я переносил? Я же мог кровать сразу поставить. Ой, еще и синтетическую кровать, Майонет сейчас поставим. Прям вот сюда. И попросим, наверное... Котина уже спать легла. Ну ладно, а Эмилин воюет. И штаны еще не готовы, да? Ох, нехорошо. Вот, вот сюда я кровать, в общем, разместил. Сейчас Ракха ее закончит. И у нас для Аннет будет замечательная кровать. А мужчины у нас пока что поспят в комнате, которая теперь у нас как казарма идентифицируется. Ну, ничего страшного. Хотя бы так, хотя бы так. Ой, Ракха уже выспался, типа того, что начал крышу сразу строить. Ой, какой же ты молодец временами. Просто капец. Ну и дожидаемся окончания боя и прибытия наших двух поселенцев. Вот они у нас прибыли под град из метеоритного дождя. Вернее, под метеоритный град, получается. Кен хватается за голову. Ну да, сейчас у нас слишком жарко на улице. Сколько? Ой, да всего 18 градусов. Кен, ты чего? Может, просто не выспался? И вот так вот выглядит Аннет. В следующей серии мы ей расписание с активностями назначим. Думаю, да. И Аннет, возьми-ка ты сразу сейчас процессорные ядра, а Кен, пожалуйста, возьми силовые ячейки. Блин, классно. Еще один защитник у нас. Ай, какой же из нее защитник? И у нее же безразлично. Бой-то у нее безразличен от слова совсем. Она у нас не боевая бабушка. Но ничего страшного, зато у нас сейчас есть варианты втроем полноценные, даже вчетвером отбиваться. Потому что по дому всегда будет ходить человек, который будет и факела заправлять, и что-то шить, и так далее. Богомолов возле дома мы отбили, а эти куда-то прям убегают. Интересные дела. Ну и ладно, доброго пути вам. А мы пока тут распределим что-нибудь. У нас все ножи осталось. Осталось, поэтому мы копируем. Чиним все это дело. И отправляем ракку сюда. И пока там все ремонтируется, давайте зайдем все-таки во вкладку расписания. Тут все не сложно, нужно просто скопировать и вставить. Далее во вкладке действия мы что делаем? Примерно каким-то таким образом я выставил Аннет активности. В общем, она будет заниматься лечением, управлением, доставкой и шитьем в основном. Потом в процессе, если что, подкорректируем. Хочу, чтобы она тусила дома. В силу возраста, в силу ее особенностей, она будет по дому ходить, всех подбадривать, крафтить там, делать бинты, аптечки. Вот с маслобойней будет, насколько я понимаю, работать. И вот такие у нас на сегодня дела. Серия получилась довольно классной. Пускай и немножечко коротенькой, конечно, но зато у нас теперь есть еще один блин, выживший наконец-то. И Аннет сразу улучшает ремесло, блин, до четырех. Серьезно? Обалдеть, это что она сделала? Доделала ботинки? Какая же ты молодец! И у нас, что? Ну-ка, Ракха, ты только что надел штаны новые? Ой, как хорошо! И сильная жара пропала еще под конец ролика. Ох, ну это просто божественно. Теперь самое время собирать урожай и медитативно накапливать ресурсы на новую постройку, на новую комнату для нашего нового, блин, выжившего. Дорогие мои уважаемые зрители, большое вам спасибо за просмотр. Правда, стоит отметить, что большинство из вас смотрит ролики без подписки и редко прожимает лайк, между прочим. Выпрашивать ничего не буду, но имейте в виду. Ну а на этом сегодняшнюю серию мы, пожалуй, закончим. Большое спасибо, ребятушки, за просмотр, за вашу активность, лайки и за все-все-все. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра!